Музыка Концертом в Большом Зале Нижегородской Консерватории торжественно открылся 5-й юбилейный конкурс фестиваля кларнетина имени Евгения Анатольевича Титова. В этом году он проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Я думаю, что довольно символично то, что конкурс фестиваля стартовал уже сегодня были первые прослушивания фестивалей части. Стартовал именно в первый весенний день. Хочется надеяться на то, что этот вот старт юных конкурсантов даст свои сочные плоды в дальнейшей творческой жизни. И произойдет такой взлет от кларнетина до кларнетиссима. Евгений Анатольевич Титов – профессор Нижегородской консерватории. Яркий музыкант, который воспитал несколько поколений талантливых кларнетистов и вдохновил их на исполнительство. Его ученики продолжают развивать кларнетовое искусство. Мы решили к его дню рождения, ну, такой вот своего рода подарок сделать, да, собрать учеников его выпускников, да, так сказать, творческих внуков. Мы провели этот первый фестивальчик, так сказать, совсем маленький, вот. Мне показалось, что все было по-домашнему, уютно. Оградили детишек какими-то, не помню, памятными, памятными грамотами, небольшие какие-то подарочки, были там шоколадки и так далее, да. То есть, ну, все это было на таком уровне, именно, какого-то домашнего, домашнего теплого приема, мусицирования. Идея эта мне понравилась, и мне захотелось ее трансформировать в что-то большее. В этом году кларнетина собрал более 60 участников на сцене Детской школы искусств имени Вилуана. Уникальный моноконкурс посвящен исключительно звучанию кларнета в разнообразных и интересных произведениях. Он доступен не только детям, но и взрослым. Прослушивания разделились на фестивальные и конкурсные. Фестивальные программные требования отличались от конкурсных полной свободой выбора участников. Участники делились на младшую и старшую группу. В конкурсной части исполнялись произведения обязательного репертуара чешских и немецких композиторов. За два дня конкурсных прослушиваний членов жюри своим исполнением покоряли как самые маленькие участники, так и музыканты более старшего возраста. Кларнетина Кларнетина — это не просто конкурс, это прежде всего творческая школа. В Нижний Новгород съезжаются юные музыканты не только для того, чтобы пройти творческие испытания, но и для того, чтобы пообщаться со своими талантливыми ровесниками и профессиональными музыкантами. С большим уважением. То есть, если у нас существует пауза, то ее нужно обязательно выполнять. Ни в коем случае не будет. Почему? Потому что обязательно идет наложение в эфире, в другой уже у оркестра или у ре. Правильно? Вот. Понимаете? Вы об этом думаете? Т. Стоп. Ре, ла, ра, ра. В каком темпе? В границе фестиваля расширяли концерты. В программу вошли и концерты с солистами Оркестра Мариинского театра, Родионом Толмачевым Фагот и Николаем Моховым флейтой и камерным оркестром солиста Нижнего Новгорода, а также концерт лауреатов, показавший лучше выступление участников. Для музыканта инструмент — часть души. В конкурсе победителям старшей и младшей групп вручали сертификаты на приобретение аксессуаров для кларнета, а обладательницам премии Гран-при — сертификаты на приобретение кларнета. И каждый раз с волнением все участники и любители кларнетовой музыки ожидали, кто же получит желанный инструмент. Обладателями премии Гран-при стали Елизавета Гомарец из Московской специальной музыкальной школы имени Гнесиных, младшая группа, и Арина Рабинкова из Воронежской специальной музыкальной школы, старшая группа. В первую очередь это огромный концертный опыт, которого очень часто вообще в наше время не хватает, потому что все меньше и меньше концертов становится. Это уникальная возможность не только самой выступить, показать, что ты можешь, чему ты научился за все это время, но и услышать других своих соперников и таким образом расти все выше и выше. Любовь к музыке объединила юных и маститых музыкантов и также слушателей на незабываемых встречах с кларнетина. КОНЕЦ Браво! КОНЕЦ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ